Три самых полезных идей из области решения конфликта, которые ты знаешь на сегодняшний день. Хорошо. То, что я обычно говорю на своих тренингах, мы проходим такую ступеньку. Правда, у меня их не три, а четыре. Можно мне так? Давай. Давай четыре. Первое, с чего я навсегда начинаю, я за психологическое здоровье, я защищаю интересы психики. Поэтому первое, что я говорю, это что такое конфликт для вас. И у меня там 20 или сколько человек, каждый пишет. Для кого-то это нападение, для кого-то это естественная ситуация в жизни. То есть вот такие вещи, как любовь, уважение, конфликт и так далее, мы вроде как все знаем, что это, но у нас у каждого есть свое представление об этом. И потом я подвожу параллель, я даю людям увидеть, что смотрите, не надо злиться и пытаться себя переделать, если вы вспыльчиво реагируете, если для вашей психики конфликт это нападение. Она в адеквате, она нормальна, она делает свою работу, она и должна так реагировать. Потом то, что я делаю, я помогаю людям изменить свое представление о том… Подожди, чуть-чуть я замедлю тебя. Полезная идея в том, что… Что такое конфликт для тебя? Что мое поведение в конфликте… Определяется моей дефиницией… Определяется тем, как я определяю конфликт. Да, моей дефиницией конфликта. Понял. Вторая. Да, потому что это убирает сразу внутренний конфликт. Вторая идея, после того, как я помогаю людям изменить свое определение конфликта, конфликт без эмоций – это переговоры. То есть решать не надо сразу по принтеру или кто хочет работать в такую смену, кто в другой. Это главная проблема всех людей. Они хотят кинуться на ситуацию и ее разрешить. Им почему-то кажется, что если ты дашь каждому по апельсину и каждому по бантику, проблем не будет. Это неправда, если не решится этот психологический конфликт. А для меня конфликт – это просто прилюдная мастурбация, извините. Потому что третья идея, вот самая главная, первая в определении. И вторая в том, что решать надо не ситуацию, а решать нужно психологический конфликт. – Надо остыть, а после того, как остыли, надо говорить. То есть, если убрать эмоции в сторону, то это будет длительный процесс, где нужно договариваться… – Можно договариваться в конфликте. – Пирог этот делить, да? – Можно договариваться и в конфликте. Я говорю про то, что решать нужно не материальное проявление конфликта. Ненажды каждому по бантику нужно смотреть, что его вызвал этот конфликт. – А, то есть смотреть надо на причины, на потребности, которые лежат в основе. – Да. И третья – это как я себе могу восполнить эту потребность. Потому что, слава тебе Господи, потребностей у нас всего лишь 5-6, да? Кто делит на сколько. И вот это вот, почему это для меня просто прилюдная мастурбация, потому что я требую от другого, чтобы он удовлетворил мою потребность в хорошести, в уверенности, в значимости, в безопасности. А он не может это сделать. Это могу сделать только я. И вот только после того, как я удовлетворяю себе свою потребность и честно отдаю себе отчет в том, что, ну, вообще-то это мне сейчас страшно. Вот тогда я могу или первый уровень, я учу людей так, что просто поговорите, если это ваш близкий, и скажите, что мне сейчас страшно. Я буду учиться самому удовлетворять свою потребность в безопасности. Но ты сейчас можешь меня поддержать. Обними меня и так далее. То есть, ну, вот такие вещи. То есть, третья идея в том, что если в конфликте моя потребность не может быть удовлетворена, да, то я могу найти способ, как я могу сам удовлетворить. Да, да. Это моя ответственность перед самим собой. Бог нам доверил человека. Он нам доверил целого человека заботиться о себе. Поэтому нам нужно себя ценить, любить, уважать, не ругать. Мне очень нравится такое определение любви к себе о том, что даже когда весь мир против тебя, и когда весь мир тебя ругает, то ты себя не ругаешь. Ты единственный человек, который остаешься за себя. Вот для меня вот это любовь к себе. Но, опять-таки, она без этики будет совершенно извращение. И четвертая потребность, прошу прощения, четвертая истина в конфликте, лично для меня, это мое субъективное мнение, состоит в том, что пускай он будет. Ничего страшного нет. Пускай он будет. Не надо это воспринимать в трагедии. Не надо считать, что все вокруг разрушилось и так далее. Не надо от него убегать. Пускай он будет. Потому что это самый короткий путь писать на скрижале сердца человека. Мы в наших самозащитах и так далее. Ну, слава тебе Господи, что они у нас есть. Мы закрыты. И каждый человек, который приходит и сидит и в этом кресле, и в кресле у тебя, как у специалиста, он понимает, как тяжело работать над собой. А когда мы в конфликте, когда у нас эмоции, вот этот путь, он открыт. И ты можешь оголять свои ценности, ты сам их лучше понимаешь. Ты видишь себя в конфликте и ты можешь писать на скрижалях сердца другого человека. Это самое важное, что я пытаюсь донести до руководителей. Например, когда у меня корпоративные заказы и когда настала просто конфликтная фаза, кризис, то я всегда прошу, перестаньте его решать и начните насаждать ценности. Начните транслировать ценности. Потому что на прочее у вас нет времени. Это самое хорошее время, чтобы найти себя. Я не знаю, сейчас понятно. Какая-то эзотерическая вещь сейчас была. То есть конфликт отражает какой-то более глубокий процесс. И поэтому его не надо подавлять, не надо его бояться, не надо его пытаться отсечь. Конфликт – это инструмент. И даже решать. Конфликт – это инструмент. Да, разумеется, там процессов, это так глубоко и долго. Я вот сколько, 11 лет занимаюсь конфликтами, изучаю, я до сих пор, вообще я половины не знаю. Это инструмент. Это инструмент писать на скрижалях сердца другого человека, увидеть его настоящие ценности и свои. Что это значит писать на скрижалях сердца? Это значит, что то, что мы пытаемся здесь изменить, есть и то, что мы пытаемся здесь изменить. Именно за этим приходит кофе. А, в смысле, что через конфликт я могу… Поменять свое внутреннее. Как бы попасть глубже в тебя. Да, да, да. Спасибо, что ты перевел то, что я имела.